Видископ. Я думаю, что возможно Фернандо Алонсо договорился, или у него есть какое-то определенное условие, которое он поставил команде Макларен или непосредственно Хонде, по поводу того, что дайте мне посмотреть, как закончится борьба в Мерседесе. Ну вот мало ли, он рассчитывает еще, он еще рассчитывает все-таки на шанс попасть в Мерседес. И я думаю, что на самом деле все детали контракта уже давно оговорены и готовые напечатанные контракты уже есть, осталось под ними просто поставить подписи. И Алонсо этого ждет. Хотя все мы помним прекрасную фразу, что Фернандо Алонсо сказал, что в следующем году я точно не поеду на моторах Мерседес. Он, если говорить о борьбе Мерседеса, думает о 2016 году в любом случае. Да, возможно. Но в любом случае, если… А все-таки я понимаю, что вероятность самая-самая минимальная по поводу того, что в следующем году Фернандо Алонсо может оказаться где-либо, кроме Макларена. Я думаю, что они немножко перемудрились с таким затягиванием объявления состава. Вот. По одной простой причине, потому что это уже, ну, банально всем надоело. Входят догадки. Понятное дело, все мы знаем, как работают большая масса журналистов Формулы-1. Им только дайте повода поговорить. И, в принципе, они их кормят. Они их кормят, но это ни к чему не приводит. Об этом было интересно говорить первую неделю, вторую неделю. Но сейчас это уже банально всем надоело. Я, на самом деле, не знаю, чего они ждут. Возможно, они стараются как-то сыграть красиво. Потому что там еще много сопутствующих факторов об отношениях Фернандо Алонсо с командой Феррари. О том, как Марко Матиаччи начал не… Ну, не то что неуважительно, но очень непривычно относиться по отношению к Фернандо Алонсо. Да, он начал восхвалять Кима Райкани на больше, а Фернандо Алонсо якобы забыли в команде. В общем, не знаю. Все это выглядит довольно странно. И мне очень хотелось бы верить, что все-таки Фернандо Алонсо знает, что он делает. И вот этой вот задержкой он все-таки старается выторговать для себя максимально удобные условия на следующий год. Враховывая, что Алонсо любит и, как говорят, очень непогано играет в покер, я думаю, что для него это серьезная партия. Он ждет карты на Ривере. Ривером мают, на мою думку, стати тести Бабу-Даби, на которых будет переходная версия Макларену с мотором Хонда. На них уже можно будет понять, в каком направлении. В направлении Рено на начале этого года или в направлении Мерседес рухается Хонда. И если будет перспектива, что с мотором все окей, Алонсо сразу подписывает контракт. И тогда весь пассианс складывается, тогда у нас становится понятно, что с Баттоном, что с Магнесоном, что с Феттелем, потому что он ждет на решение Алонсо. И плюс, говорят, что и Роман Гражан ждет, потому что, если Алонсо нет, то он один из вариантов для команды Макларен. Алонсо, я тоже согласен, что он может ждать на связь, потому что здесь может быть конфликтная ситуация в финальном гонке, которая вплине на перемоги Льюису с Мерседесом про продолжение контракта. Если Льюису скажет, что окей, я последний год еду с вами в 2015 году, то Алонсо спробует подписать на 2016 году. Прямо сейчас подписать и, возможно, даже взяти паузу, как Иллисс, это просто. Чому нет? Это же вариант. И тогда можно отримать гарантованно хороший блог. Тем более, что позиция Мерседес в контексте разморозки мотора очень простая. Мы ничего не хотим делать. Воно может дозволить, чтобы уникнуть потом повної разморозки на 2016 год, дозволить трешки больше доопрацовывать, но это навряд ли поможет. Потому что у Мерседеса есть запас. Запас в секунду, который не может просто отиграть. Поэтому Алонсо, подсумываючи, будет с командой Макларен. Я думаю, что Хонда. Останнее, снова таки, чутки, которые ничего не подкреплены, но говорят, что Хонда нашла 700 киньских сил. Выключено без турбины, точнее, без турбины, но без ИРС. Не знаю, сколько там энергии он может запасать, но если там есть 700, то у Алонсо будет перспектива наступного года. Отже, контракт має бути, но только после того у нас начнется «Граждан» с «Лотус», «Феттельс» с «Феррарі», «Баттон». Мабуть, чемпионат світу на витривалість, потому что это единственная опция для него. И, в принципе, там еще есть место. Витископ. Спортивное видео. Субтитры создавал DimaTorzok